Продолжаем наше чудесное общение с областными департаментами. Сегодня у нас в гостях Виталия Перебенка, директор департамента для лаврового обладающего спорта нашей областной администрации. Большая поза будет учиться в кем-то в телефонах, что мне кажется. Спасибо большое, что нашли время. Мне кажется, что незаслуженного расчета внимания немного уделяется, видимо, тому, что много внимания отвлекается на ситуацию, связанную с кризисом и больше внимания таким более силовым департаментам. Но, как мне кажется, проблем и с молодежью, и со спортом огромное количество. У меня просьба в самом начале. Расскажите, пожалуйста, какую-то компетенцию вашего департамента, сферу вашей ответственности. Уважаемые журналисты, сегодня я хотел бы вас проинформировать об основных направлениях работы департамента по делам молодежи и спорта Харьковской областной государственной администрации. В первую очередь о развитии физической культуры и спорта, реализации молодежной политики, а также организации оздоровления и отдыха детей Харьковской области. Я остановлюсь на основных моментах нашей работы. Озвучу некоторые цифры и факты, а дальше готов буду ответить на все ваши вопросы. Хотелось бы отметить, что в 2015 году из областного бюджета на сферу физической культуры и спорта было выделено на 30 миллионов гривен больше, чем в 2014 году. В 2014 году было выделено 39 миллионов, сейчас уже около 70 миллионов, поэтому разница существенная. И учитывая, что спорт на сегодняшний день является тем фактором, той отраслью, где у нас есть результаты, где и кем мы можем гордиться, я думаю, это является знаковым моментом, знаковым событием для нашей области в преддверии Олимпийских игр. На сегодняшний день идет активная подготовка харьковских спортсменов к Олимпийским играм. Департаментом по делам молодежи и спорта составлен предварительный список кандидатов на участие в 31-х летних Олимпийских играх, в которые вошли 93 спортсмена по 20 видам спорта. Для обеспечения качественной подготовки спортсменов кандидатов на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2015 году финансирование олимпийских видов спорта по сравнению с 2014 годом увеличено почти на 8 миллионов гривен. Хотел бы сказать, что нашим харьковским дуэтом Ананасова и Волошина в синхронном плавании завоена лицензия по синхронному плаванию. Еще наша сборная в марте-апреле 2016 года примет участие в отборочных соревнованиях, которые пройдут в Бразилии, где есть большая вероятность завоевания еще одной лицензии в групповых упражнениях. Что касается оздоровления и отдыха детей в Харьковской области. В 2015 году всего оздоровлением и отдыхом планируется охватить около 200 тысяч детей. Хочу акцентировать ваше внимание, что на финансирование мы планируем потратить порядка 165 миллионов гривен. Из них 26 миллионов, почти 27 миллионов с областного бюджета, что в 4 раза больше, чем в 2014 году. 15 миллионов из бюджетов районного и городово-областного значения и 123 миллиона привлеченные средства. Хотел бы отметить, что губернатором области Игорь Львовичем Раненым уделяется особое внимание у него постоянно на контроле вопрос по оздоровлению детей. И учитывая те цифры, которые я озвучил, это говорит о многом. Все лагеря у нас открыты в Харьковской области. Помимо Харьковской области наши дети будут отдыхать еще и на Черном и Азовском море, а также в украинских Карпатах. И, кстати, сегодня за деньги областного бюджета еще 450 детей социально незащищенных категорий отправляются в Скадовск. И 22 июня 100 детей отправляются в Славское, это Львовская область. Молодежная политика включает в себя такие основные направления работы. Создание благоприятной среды для обеспечения занятости молодежи, обеспечения вторичной занятости молодежи, поддержку предпринимательских инициатив молодежи, пропаганда и формирование здорового образа жизни, создание условий для интеллектуального самосовершенствования молодежи, творческого развития личности, утверждение патриотизма, духовности, нравственности и общечеловеческих ценностей. Это краткая справочка, если у вас есть вопросы, я готов ответить. А вот задействование молодежи в социальной жизни, что вы имеете в виду? Это какие-то клубы создаются? Что это за мероприятия? Нет, это не клубы. Как раньше там не было, да? Клубы по местужительству вы имеете в виду? Ну, то, что касается города, это вопрос департамента городского и имиджевых проектов. Они проводят свою работу. То, что касается нас, то мы участвуем в различных мероприятиях, в различных акциях. Как, например, антинаркотик, антитабак. Также программы, которые идут по тренингу в контексте молодой профессионал. Это общие программы, которые идут. У нас есть коммунальное предприятие областной центр молодежи. У них расписана программа, активно принимают участие. Практически каждую неделю во всех, ну, в том или ином районе области проходит какое-то мероприятие. Учитывая то, что мы областной департамент, мы пытаемся охватить все районы Харьковской области. Хотел бы все-таки остановиться на сегодняшний день о тех мероприятиях и о тех событиях, которые происходят на сегодняшний день в области спорта. Как вы знаете, сейчас в Баку проходят первые европейские игры. На сегодняшний день у нас, у Харьковчан, шесть медалей. Первые медали завоевали наши борцы. Две серебряные медали. Юлия Ткач и Тимченко. Наши девочки, синхронное плавание, завоевали три бронзовых медали, с чем мы их поздравляем. И вчера олимпийский чемпион, харьковчанин Виктор Рубан в составе команды сборной Украины завоевал первую для Харькова золотую медаль. Стрельба с лука. Скажите, пожалуйста, сколько спортивных школ в области, какое количество детей, подростков привлечено в эти школы и на каких условиях они бесплатные? Как осуществляется возможность попадания простого ребенка в спорт? На сегодняшний день в Харьковской области работает 91 детско-мужеская спортивная школа. В общей сложности там занимается более 47 тысяч детей. Занятия проводятся на безоплатной основе, но при этом никто не запрещает создавать платные группы, и если у родителей есть возможность, чтобы они оплачивали. На сегодняшний день это не запрещено. То, что касается разделения этих школ, то школы есть областного подчинения, физкультурно-спортивных обществ, городские и осветянские. Я могу вас информировать только о тех школах, которые финансируются через областной бюджет. Это наши областные школы ХТЗ, школа инваспорта, и на сегодняшний день это школы физкультурно-спортивных обществ. Украина 14 школ, Спартак 2, областная комплексная школа Колоса и детская юниорская Каздюшор Динамо. Финансирование на эти школы, которое прошло через областной бюджет, финансируется в полном объеме. Задержек по заработной плате никаких нет. Более того, там порядка 2 миллионов выделено больше, чем по сравнению с прошлым годом. Тренировочный процесс проводят как тренеры-штатники, так и совместители. Еще хочу отметить, проблем с финансированием этих школ на сегодняшний день нет. То, что они проводят занятия не совсем приспособленных к помещениям, это уже вопрос другой. Областная школа ХТЗ на наших областных проводит сооружениях, это в районе ХТЗ, наш спорткомплекс ХТЗ. Также вынуждены арендовать другие помещения, потому что комплексная школа ХТЗ, это 19 отделений. Понятно, что мы всех их разместить на наших сооружениях областных никак не можем. Поэтому они тренируются везде по городу Харькова. Мы в этом году заложили на аренду школу. Сколько просили, в полном объеме профинансировано. Кстати, могу сказать, что эта сумма увеличена в разы. Может даже где-то и в десятки раз. То, что их пускали на, как говорится, на птичьих правах, и они были вынуждены скитаться по подвалам, по каким-то залам непонятным. Ну, тогда давайте посмотрим, какие сооружения на сегодняшний день есть. Я еще раз хочу отметить, все школы, которые переданы на областной бюджет, все доедины, не имеют своих спортивных сооружений. То есть они занимаются на арендованных помещениях. Огромная проблема связана со школами, которые входят в состав ФСО Украины. Вы знаете, та проблема, которая в зимний период у нас была с детской мужской школой по художественной гимнастике, по авангарду на Чеботарской, эту историю. То, что лишились такого спортивного комплекса, это вопрос, по всей видимости, не ко мне, а к правоохранительным органам. Как могло так получиться? Наша задача развивать спорт и создавать условия для тренеров, чтобы они могли полноценно, качественно проводить учебно-тренировочный процесс. А дети могли приходить и с родителями. У них должны быть раздевалки, санузлы, отремонтированные залы, где был хотя бы инвентарь. То, что у нас на сегодняшний день тоже являются огромной проблемой. И в наших областных сооружениях, которые нам подчинены, и во всех школах, которые переданы нам. Мы постарались максимально в этом году профинансировать именно закупку спортивного инвентаря, в тех объемах, по той возможности, которая есть на сегодняшний день, по финансированию. Но в этом году это, опять-таки, в разы больше, в разы. Мы хотим все-таки поддержать материально-техническую базу. Когда ты приезжаешь в школу, и я был в районе, в одном из районов, приехал, и я говорю, что у вас есть с инвентаря? И она мне показывает свисток, скакалка и секундомер. И все, и все. О чем мы можем тогда говорить? Должное внимание, первое, спортивным сооружениям. Те, которые у нас есть, их надо ремонтировать, текущий ремонт делать, капитальный ремонт. А собственность для этих сооружений? Собственность, значит, нам на сегодняшний день, областному совету принадлежат школа высшего спортивного мастерства на Динамовской, областной спортивный комплекс «Металист» и спортивный клуб «ХТЗ». Три. Все остальные являются либо городской собственностью, либо собственностью вузов наших харьковских, либо частной собственностью, либо других коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги по тому, что там тренируются наши дети и спортсмены. И ведомственные наши стадионы. Но если разобраться, то только на комплексе «Динамо» есть своя собственность. И если вы знаете, в прошлом году проведены капитальные ремонты, отремонтирован стадион, фасад стадиона, легкотлетический манеж, который не ремонтировался лет, может, 30, я даже не готов ответить, сколько. Тем более, учитывая, что ему уже почти 90 лет, как построили, в конце 20-х годов, в прошлом столетии был построен. Я не скажу, что это евро уровень, но для занятий легкой атлетикой, для занятий дзюдо, чтобы там занимались сотрудники правоохранительных органов, этого вполне достаточно. Стадион, который там покрытие на сегодняшний день современное, «Аполитан», является одним из лучших, я думаю, что на Украине, как тренировочно-соревновательный стадион. И весь май и июнь сборная Украины по прыжкам и спринту провела его в городе Харькове на базе спорткомплекса «Динамо». Все остались очень довольны. Как вы вообще оцениваете потребность удовлетворения других потребностей и их причалок, и жителей области спортивных сооружений? Как крайне неудовлетворительно. Как крайне неудовлетворительно. Хотел бы отметить, что те спортивные сооружения, которые на сегодняшний день есть, они нуждаются в ремонте, в капитальном ремонте. Также нам крайне необходимо строить на сегодняшний день новые спортивные объекты, спортивные залы, бассейны. Полностью соответствуют всем критериям, которые на сегодняшний день. Это два объекта. Это спорткомплекс «Металист», который был реконструирован к Евро-2012. И, считаю, многофункциональный современный спорткомплекс «Локомотив» имени Керпы. Все остальные сооружения являются либо устаревшими, либо их, можно сказать, практически нет. То, что... Частные мы не берем, потому что, если это частные, мы берем такие, как, скажем, «Тетра», «Миста». Это великолепные, отличные спорткомплексы. Но наши спортсмены там не тренируются. Если кто-то может позволить себе из родителей либо спонсорские какие-то деньги провести какой-то тренирующий процесс, это является единичным случаем. Но это не является... Ну, не есть, знаете, которые на постоянной основе. То, что нам необходимо их строить, они были в нашей собственности, областной громады, однозначно да. Что надо строить? Да все надо строить. И бассейны, и залы спортивные. Наши вольники, ребята-борцы, в каких условиях тренируются. Стыдно зайти. Стрельба с Лука на коммунаре. Сильнейшая школа на сегодняшний день. С традициями. У нас есть олимпийский чемпион, как я отметил, Виктор Рубан. Он же является на сегодняшний день, как вчера, медали завоевали золотую на первых европейских играх. Тренируется в подвале. Те условия, которые есть на соединении коммунар, и то, что коммунар им помогает, за это им огромное спасибо. Но все равно необходимо для них создавать условия. Легкая атлетика. Два места, где можно тренироваться. Зима – это ХТЗ, легкоатлетический манеж. Лето – это стадион «Динамо». В этом году, вчера у нас была сессия областного совета. Выделены деньги на ремонтные работы. Ремонтные работы по тем залам и по тем сооружениям, которые находятся на территории спорткомплекса ХТЗ. Это постройки 30-х годов. Есть 30-х, 50-х, 70-х годов. Вы можете себе представить, в каком они состоянии. И более 2-х миллионов выделено на ремонтные работы. Они связаны с заменой коммуникаций и утеплением с применением теплосберегающих технологий. Ремонт фасада в легкоатлетическом манеже. Если мы проведем эти работы, это даст возможность в тепле тренироваться нашим спортсменам. Это, как я отметил, 19 отделений. И приведет хотя бы внешний вид в соответствии к тому, что мы хотим там видеть. Бассейны. Да, у нас есть бассейны. Есть «Акварена», есть бассейн «Пионер». Еще другие бассейны, которые расположены на территории Харькова. Но, по большому счету, везде есть свои проблемы. Наши спортсмены плавают. Все-таки, учитывая, что у нас 4-х кратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова начинала в городе Харькове. Свои олимпийские первые медали завоевала в городе Харькове. Завоевала в городе Харькове. И у нас там тоже великолепное в плавании традиции. Нам нужен свой областной бассейн. На территории областного училища физической культуры, которая находится в померке, уже начато строительство бассейна. Но он уже заморожен. И, насколько я знаю, там достаточно давно не проводятся никакие работы. Хотя проект есть, возможность есть. Нужно найти средства и достроить. Я думаю, что мы будем обращаться к руководству. И тот темп, то направление, те силы, то внимание, которое сейчас уделяется спорту со стороны областной администрации, я думаю, что мы в самом начале нашего пути. И через некоторое время мы увидим результаты. Результаты будут и в спорте, то, что мы будем в спорте высших достижений, где мы будем завоевать медали. И в массовом спорте, при строительстве, при ремонтных работах тех сооружений, которые есть, и строительстве новых спортивных объектов. Мы будем привлекать туда детей, забирать их с улиц, забирать их от компьютеров. Они будут заниматься спортом, будут плавать, бегать, прыгать, заниматься любимым видом спорта. А родителям, самое главное, в тот же летний период и по окончании уроков, будет куда водить детей. Вопросы по спортивным школам. Вы говорили о школах, которые находятся в городской учебнике? 91 школа. Это все школы, которые в городе Харьков и в Харьковской области. У нас всего 91 школа. Да, я понимаю, но и за сколько область покрытия вообще спортивные школы? В каждом районе есть своя детско-межская школа. Это является либо районной школа, если это город областного значения, там есть своя школа городская. Ну, Изюм, Купенск возьмем, города Любатин. И есть еще школы, которые предпорядкованы освите. И еще есть ведомственные школы физкультурно-спортивного общества «Колос». Они культивируют различные виды спорта, которые по традиции в том или ином районе развиваются. В одном районе это борьба, в другом это футбол. Ну, почти везде футбол у нас есть. Кто-то занимается волейболом, кто-то штангой, кто-то гиревым спортом. Ну, то есть как-то есть свои традиции, так сложилось. Вы знаете, в большей степени это зависит от тренера. Если есть тренер, если у него есть возможность для проведения учебно-тренировочного процесса, ну, для штанги или для гири это какой-нибудь зал. Если есть футбольная площадка или волейбольная площадка, значит, это игровые виды спорта, как правило. Значит, там будут результаты, и будут дети заниматься именно этим видом спорта. Спасибо, Владимир. У меня еще по детским лагерям оздоровительные, даже в вашей конкуренции. Как вообще области сегодня, сколько таких лагерей, какие действия вообще? Ну, раньше, когда было спасение для родителей, там, на какой-то период времени ребенка оздоровить в детском лагере. Что сегодня? Ведь они стоят все заброшенные в основном. Как вообще этот процесс происходит? Лагеря на сегодняшний день. У нас их 27 в области. Все они открылись. И с областного бюджета выделены деньги в 4 раза больше, чем в прошлом году. Это связано с прекращением финансирования из фонда социального страхования. И вся нагрузка сейчас переброшена на местный бюджет. Мы провели тендер. Сейчас и выделили деньги. Там более 10 миллионов гривен. Мы занимаемся именно социально незащищенными категориями. Это дети-сироты, дети с многодетных семей. Это дети, родители которых участвуют в АТО, либо погибли. Эта категория, которая ходит от 7 до 17 лет. Они бесплатные? Они бесплатные. Хотел бы отметить, что бесплатно. Более того, вчера на сессии областного совета выделены дополнительные деньги. 12 миллионов гривен. И эти деньги, это даст возможность нам закупить еще более 3 тысяч путевок, куда дети, как я отметил, из этих категорий будут бесплатно отправлены в наши лагеря. Лагеря есть не только в Харьковской области. Мы точно так же отправляем их по квоте Республиканская молодая гвардия. Это Одесса. Черное море уже отправляли те, кто выиграли тендер Таври. Один из лучших лагерей в Херстонской области. Приезжает сегодня 400 детей и 450 сегодня также будет отправлено. Планируем на Азовском море оздоровить детей. И порядка 400 детей оздоровится у нас в Украинских Карпатах, это Славская, Львовская область. Все эти, хотел бы еще раз отметить, дети, 21 день бесплатно. Это за деньги областного бюджета. Спасибо. Да, очень быстро. Скажите, пожалуйста, если перейти к конкретике. Я сам человек, который 8 лет тренировался на УСК ХТЗ. Расскажите, что конкретно людям можно ждать? Потому что сессии раньше утверждали бюджеты, а там раньше, кроме порванных подрядов, галериарных ключей, нет ничего. Что реально людям можно ждать? Например, берем конкретный УСК ХТЗ. Что может конкретно сейчас появиться у детей и у тренировок? Какие заклады? Сколько там тренировок вообще? Каким видом спорта занимались? Боксом. Боксом. Директор ХТЗ на сегодняшний день, если вы знаете, заслуженный человек, Лен Яковлевич Задорожный. Буквально час назад мы провели с ним совещание. Он обрадался тому, что деньги областной сессии выделены. Что мы планируем там сделать? Если вы знаете, и там тренировались, зал бокса, который в 30-х годах построен, и зал тяжелой атлетики, будет отремонтирован. Окна, фасад, внутренние работы. Также здание административное, которое по старинке, если вы знаете, в простонародье зеленка, оно точно так же будет отремонтировано, кровля. И легкоатлетический манеж, который построен в 70-х годах. Самое большое здание, которое на сегодняшний день находится на территории УСК ХТЗ. Будет частичная замена водопостачания, водоведведения. И основные работы, это связанные с фасадом. Мы его топим, но если мы, когда залазили наверх, с лестницами облазили, там руку можно засунуть и посмотреть, какие щели. Это все будет устранено, что даст возможность не греть воздух, а именно, чтобы было тепло в этом лейкатлетическом манеже. И фасад планируем облагородить, чтобы хотя бы внешний вид у него... Мы планируем закончить до октября. Ну, сейчас определенные процедуры мы должны пройти. Тендер объявить, организация, которая выиграет. Хотелось бы, чтобы подрядчик, который выиграет эти торги, оказался порядочным и провел все качественно и в срок. Однозначно в этом году. Большие планы на следующий год. Это и будем выходить с предложениями к руководству по строительству физкультурно-оздоровочных комплексов. И не только в районах Харьковской области, а и в Харькове, потому что огромная потребность в спортивных залах. У нас на сегодняшний день нет зала, где могут тренироваться художественная гимнастика. 350 детей на сегодняшний день практически находятся на улице. Это школа ФСО Украина по художественной гимнастике, которые были вынуждены зимой покинуть помещение, в котором они тренировались не один десяток лет. Это авангард. И найти помещение, которое на сегодняшний день соответствовало бы всем техническим требованиям, а это ширина, длина и, самое главное, высота 8 метров, где можно было разложить ковры, чтобы можно было проводить различные занятия с инвентарем, достаточно тяжело. Видим выход в строительстве в городе Харькове физкультурно-оздоровочного комплекса непосредственно для художественной гимнастики. Также хотелось бы построить и бассейн хотя бы 25 метров в городе Харькове. Я думаю, что это мы сделаем возле, прямо на территории, как вы сказали, ХТЗ. Там есть возможность, где бывшая хоккейная площадка была. В том же ГАРД есть. А в каком он состоянии? Ну, это будет дешевле, вот, не мать, чем новая. ГАРД это не наш. Пионер. Пионер это городская собственность. У нас на сегодняшний день в предприятии нашего департамента бассейнов нет. Мы все арендуем. И тратим на это порядка, я вам точно скажу, миллион семьсот гривен идет только на аренду бассейнов. Дешевле построить? Нет, не дешевле построить. Но если мы построим, то это даст возможность уже вкладывать в себя и развивать, уже, как говорится, внутри нашей структуры. Мы на сегодняшний день арендуем с областного бюджета Акварена. Это единственный на сегодняшний день бассейн 50-метровый, где тренируются все наши ведущие спортсмены. И там же проводят занятия детская юношеская школа. Акварена, на сегодняшний день частная собственность. Это частная собственность. А почему? Ее приватизировали? Ее приватизировали. Коллективная частная собственность. Как я отметил, то, что на сегодняшний день мы имеем, то, что имеем, и спортивные залы, бассейны оказались в частных руках, я еще раз говорю, что это вопрос не к нам. Может прокуратуре пора инициировать? Вы журналисты, у вас есть вся возможность обратиться, инициировать. Я все-таки не услышал, перчатки дадите ребятам и принять деньги, вы получаете. Они же там бесплатно же секции сейчас, или уже плата? Тренеры, я еще раз хочу сказать, тренеры получают зарплату вовремя. Это я могу со всей ответственностью заявить. Во всех школах, которые предпорядкованы нашему департаменту, все вовремя получают зарплату. Здесь у нас проблем нет. По поводу перчаток, как я отметил ранее, у нас огромная проблема и со спортивными залами, и сооружениями, и с инвентарем. Мы заложили в этот бюджет без прецедентов по отношению к прошлому году средства на приобретение инвентаря. Но хочу сказать, что это капля в море. Необходимо покупать, покупать и покупать. То работы в департаменте я работал в Динамо. Мы начали с того, что просто-напросто начали менять все коммуникации, строить крыши, ремонтировать. Приобрели полностью все в спортивном зале по гимнастике, установили современный ринг. Точно так же я хотел бы продолжить это и уже на областном уровне. Спасибо большое. Если еще есть, то очень быстро, потому что время сбилось. Пожалуйста. Почему 25 метров? 25 метров. Мы же помимо спорта высших достижений, говорим еще о массовом спорте. Для наших групп тех отделений, которые тренируются 19 отделений на ХТЗ, это и триатлон, и пятиборье, и даже наши ребята, которые легкоатлеты, боксеры, или штангисты, просто поплавать, им 25 метров вполне достаточно будет. И, учитывая то, что достаточно на ХТЗ не так много бассейна, все-таки, если разобраться, там будут детские группы. Именно будут тренеры, которые будут деток учить плавать. Для нас же важно все-таки здоровье нации. А те лучшие, которые из них будут, будут отобраны уже непосредственно в детскую школу. После этого они перейдут в школу высшего спортивного мастерства и будут уже в разряде спорта высших достижений. Но это будет лучшее. Но мы с вами должны учитывать, что ребенок, научившись плавать, то, что он даже будет ходить на эти тренировки, мы же с вами говорим о здоровой нации и о здоровом образе жизни. Вот сюда еще один вопрос. Вы говорите о ХТЗ, о других спальной районе. Как там вообще с потенциалом, с перспективой? Как я отметил ранее, у нас в областном почвении находятся три комплекса. Это металлист, ХТЗ и ШВСМ. Поэтому мы хотели бы сначала сделать, в первую очередь, сделать и отремонтировать, и построиться на наших сооружениях, если у нас будет возможность выделения земли и то, что это будет непосредственно нашей собственностью. Если это будет в другом спальном районе, Алексеевка или Салтовка, я вас уверяю, мы возражать не будем. Нет, есть еще очень важный вопрос. На сегодняшний день на территории, которая когда-то была ХТЗ, если я отвечаю на ваш вопрос, там на сегодняшний день три собственника. Но... Нет, вопрос к тому, что каждому бассейну... Это Московский проспект. Это не имеет отношения к спальной районе вообще-то. Рабочая зона. Нет, почему. Речь идет о том, что в бассейнах приходит операция. Если вы задали мне вопрос, я вам отвечу, почему я задала свой. Поэтому я и спрашиваю, есть ли возможность как-то распределить... Ну, Салтовки же не появится. Есть центр, есть ХТЗ, есть вот еще Салтовка, Салевский совместительный бассейн, и как-то распределение вообще не задает. Мы с вами, я отвечу на этот вопрос, должны понимать, что школы точно так же, как есть областного починения, точно так же и городского. И они еще по традиции, которая была заложена в прошлое время, ну, при Советском Союзе, были расположены во всех районах города Харькова. Но это входит в компетенцию непосредственно городского управления спортом. Ну, вы, Ирина Костерева, Харьковский кризисный инфоцентр. Вы заговорили о том, что здоровье нации. Но бассейн в такой, с ребенком плачьи 7 лет, не попадешь. Сейчас возраст детей плавающих, он достаточно помолодел. Они плавают, Харьков, мне кажется, самый передовой город, где развивается конечковая плавка. Как быть с этими детьми, которые уже практически полтора года выйдут сами? То есть вы как-то меняете свои нормативные акты, а актируете под этих детей? Ну, мы пользуемся нормативными актами, которые нам спускают сверху наше министерство профильное. Поэтому здесь мы против действующего законодательства идти не можем. И будем действовать только в рамках действующего законодательства. А то, что дети занимаются с самого раннего возраста, я считаю, что это очень хорошо. И молодые мамочки, когда будут приводить своих детей в те же бассейны, я хотел бы, чтобы это были все-таки современные бассейны, с современной инфраструктурой. И мамочкам было комфортно, начиная с парковки, с раздевалок и непосредственно уже с ванной комнатой, где будут они с детками заниматься. Дети, насколько я знаю, занимаются в аквариене. Есть у них маленький лягушатник. И на пионере. Как вы уже отметили, одно принадлежит городу, другое – это частная собственность. Можем ли мы бесплатно пускать туда? Нет. Оно не входит в нашу юрисдикцию. Дело не в бесплатности. Конечно, я как раз про бесплатность хотел. Но обжарение поплава, где оно в стогриве стоит. Как приводить туда, я не понимаю. Поэтому мы хотим построить бассейн, который был бы собственностью областной громады, и где дети будут заниматься, дети будут заниматься бесплатно. Бесплатно. Это очень важно. В смысле спортсмены? Нет, это все группы. В детско-юношеские школы набираются дети. Все желающие, которые по медицинским могут только, если у них нет каких-то противопоказаний, пожалуйста, приходите. Тренеры, которые работают в детско-юношеской школе, группа начальной подготовки, берут всех, ну опять-таки, если нет противопоказаний. Через каком возрасте? В каждом виде спорта это по-разному. Понятно, что плавание, художественная гимнастика, фигурное катание это более ранние виды спорта, бокс, штанга, легкая атлетика или велоспорт это позже. Возраст там занимается, непосредственно развитием видов спорта занимается федерацией. И мы получаем информацию от федерации. У нас в городе Харьков, мы в городе Харьков культивируем 39 олимпийских видов спорта и 55-57 каждый раз меняется, это не олимпийские виды спорта. Мы работаем с усередками областных федераций, которые есть у нас в области. Они нам дают методические рекомендации, поэтому с какого возраста будут заниматься в том или ином виде спорта, это уже непосредственно туда. В каждой школе, в каждой детской школе есть методисты, которые четко отслеживают этот процесс. Мы можем написать, что в Харькове построят бесплатный бассейн для детей? Подождите, мы занимаемся этим вопросом. Это важно, если мы сейчас говорим о просто замках и списках. Это важно. Когда это можно заводить? Через 100 лет? Нет. Я хотел бы еще раз акцентировать ваше внимание вот на каком вопросе. В этом году мы более 2 миллионов тратим на ремонтные работы в спорткомплексе ХТЗ. Не забывайте, что у нас на сегодняшний день есть не бюджет развития, все-таки, учитывая, что идут военные действия на востоке страны, и мы, скажем, вынуждены жить вместе с вами этим, потому что мы живем все с вами в одной стране. Те деньги, которые выделены на сегодняшний день на физическую культуру и спорт, они беспрецедентны. Первое. Спорт высших достижений, массовый спорт, детская и юношеская школы, все в полном объеме обеспечены. А то, что нам необходимо строить, да, необходимо строить. Будем ли мы строить? Да, будем. Будет ли у нас стабилизироваться ситуация в стране на востоке? Уверен, что да. Я думаю, что технические службы и контролирующие органы, которые занимаются непосредственно тем, что проверяют наши бассейны, они же знают всю техническую нормативную документацию. Я думаю, что они следят за этим вопросом. А прямая научная экономика, это, наверное, пожелание только к будущему строительству бассейна. Ну, я еще раз хочу отметить, что мы планируем, нас слышат, идут навстречу. Даже в это тяжелое время. Скажите, пожалуйста, уже такой неформальный вопрос, может быть, да. Ваши ощущения, спортивные перспективы развития города в плане желаний. Вот сколько у нас сегодня, на сегодняшний день, по вашей статистике какой-то, да, есть детей, подростков, может быть, взрослых, которые хотят заниматься с этим? Я буду говорить не о городе, а об области, куда город в том числе входит. Вы знаете, сейчас уже модно быть здоровым. Если модно быть здоровым, значит, люди, жители Харьковской области, будут ходить на стадионы, в залы, заниматься фитнесом, заниматься аэробикой, футболом. Самое главное на сегодняшний день именно обратить внимание детям, молодому поколению. Помимо того, что они будут заниматься своим любимым видом спорта, также через наши центры молодежи, чтобы это было и патриотическое воспитание молодежи, им должны объяснять, что курение не модно. Наркотики – это не модно. Модно спорт, модно здоровый образ жизни. И очень большое внимание нужно уделять на сегодняшний день, по всей видимости, вам же в том числе, журналистам, средствам массовой информации. Когда включаешь телевизор, видно, кто-то пьет пиво, кто-то курит, это очень красиво, это модно считается. Почему? Мы делаем все возможное, рекламируем себя. Я сегодня у вас здесь пришел, открыто вам отвечаю, даже бумажки убрал в сторону. Пытаюсь с вами общаться открыто. Своё видение, свою позицию я вам рассказал. По-моему, она четкая и понятная. Да, я хочу это сделать, я знаю, как это сделать, я понимаю, как это сделать. И многое зависит от всех от нас. Если мы все вместе это захотим, то мы это сделаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.